привет да это действительно произошло я подцепила к вид коронавирус достиг и меня и я его не боялась честно говоря никогда и поэтому и маски толком не носила и ну как бы я в это не верила что это так вот может быть как-то сильно серьезно и как получилось я в общем то я в прошлом видео говорила что я поеду новый год отмечать на курс молчание медитации и в конце этого курса на последний день начался какое-то недомогание кашель что-то такое но я не думаю что на самом курсе подцепила почему потому что 14 дней необходимо до этот период чтобы заболеть ну кто знает общем и не важно откуда он взялся но потом у меня слабость была кашель даже нос закладывала и так далее а тут вчера просто обнаружила что прошу прощения что я не чувствую запаха представляете то есть для меня это настолько новая ну раньше болела простудами но чтобы совсем не чувствовать то есть даже самое что-то вонючее представляете просто вообще ничего если кто болел уже к видом до коронавирусом напишите в комментариях у вас тоже вот вообще ничего не чувствовали как у вас был вкус или нет что у меня вкус есть то есть я ощущают я витамин c пью да здесь растворенный сладкий вкус я ощущаю сладкий соленый острый слабее как-то но запаха нет совсем никакого в этом есть и плюс и и минус вот и что хочу сказать позавчера мне было прям совсем тяжело дышать у меня высокой температуры было мне все как-то все не по себе было глаза болели то есть если я вращала куда-то очень болезненно ощущение но это видимо при температуре такое и как-то все время пить хочется и я выставила в instagram stories что кто как вообще лечился чем подскажите и люди по подсказывали чаще всего используют мои по крайней мере хорошие знакомые да я попросила чтобы вот без лекарств какие методы и они написали что это витамин c нужно вот я взяла такой шипучий витамин c вот так же витамин d d3 у меня тут со вкусом апельсина еще говорят что нужно витамин d с к 2 и не значит к 2 и цинк самый дорогой из этого всего это цинк порядка вот эта вот коробочка вышла порядка 1200 что ли рублей вот а все остальное вот вот эти два лекарства и плюс лимоны еще рублей на 500 ну то есть самый дорогой цинк 1200 поэтому дороговато болеть все вместе и где-то у меня ушло около 2000 1800 1900 и и это только то чтобы прямо именно поддерживать самое главное больше пить воды то есть я действительно пью в теплую горячую воду и там вот витамин c это тоже с водой да также я делаю себе имбирный напиток имбирь на терочку корень имбиря лимончик кубиками все это провариваю где-то минут семь иногда десять вот и потом вот сегодня добавляла еще себе куркуму то есть прямо тут туда да вот выбираю напиток еще куркуму я не добавляю отдельно мед сахар я ела мед в прикуску вот в общем такое лечение и много людей мне написали и инстаграм и в статусе ватсапа я выставляла да и фейсбуке кто пожелал мне здоровья это очень было приятно и знаете это очень ценно когда вот в такие в такие моменты есть поддержка я живу одна ну если не считать моего оливера да это мой пес чихуахуа которому кстати 7 января исполнился ровно год но я уже чувствовала себя так себе поэтому я не снимала видео уже мне было не до того плюс ко мне друзья приезжали и вот мы вдвоем с оливером живем и я понимаю что сейчас мне невозможно выйти из дома потому что я не хочу заражать людей да и ну как бы это важно сохранять вот это вот так скажем в общем я не хочу участвовать чтобы вдруг если я выйду кто-то заразиться потом передался какой бабулечки или еще кому-то даже думать об этом не хочу и я в принципе у меня продуктов хватает крупы и все ну вот собачий корм заканчивается поэтому конечно всегда важно чтобы были люди которые вас поддерживают мне сегодня утром написал хорошему и коллега который тоже инструктор курсов дыхательных практик и так далее он писал стоило как то здоровье чем помочь вот я написала что что мне нужно завтра он привезет мне и продукты и собачий корм вот так что что еще сказать суть в том что такие моменты в критические когда вот такое состояние все обостряется вот удивительно боня не ушло а вот чувство обострились ну наверно потому что уровень энергии упал хотя я делаю дыхательной практике это мне очень помогает держаться на более-менее таком нормальном уровне мне многие говорят что хорошо выгляжу кстати напишите как я выгляжу я тут лампочка еще себе подсвечиваю да что-то желтый очень свет и ну я стараюсь держаться на позитиве но в любом случае внутри меня ощущения мне хочется чтобы были люди которые поддерживали меня и такие есть слава богу конечно есть те кто ну как бы не поддерживаю как не то что не поддерживает они на своей волне хотя вроде друзья но просто заняты своими делами и в общем-то им не до того так скажем и это меня немножечко выбило из колеи сегодня был такой момент когда я поняла что моя подруга которая давно считаю подруга она как-то ну она просто сфокусирована на себе на своей новой семье на замуж вышла в общем то и мне это было это как-то я с одной стороны понимаю их да они там сами в себе с другой стороны я по себе сужу если бы я к примеру приехала к ней в ее город со своим мужем допустим новым да и я бы узнала что она одна и заболела еще и короной я бы вообще вот что бы со мной ни было я бы однозначно сделал бы все чтобы как-то помочь спросил бы что нужно и так далее но это я я сужу по себе и это наверное неправильно так делать судить по себе но у меня такие такие параметры дружбы то есть для меня это важно тем более в критических ситуациях то есть ковид коронавирус такая штука до которой сейчас весь мир так скажем взяла в какие-то вот эти вот ежовые рукавицы я верю в то что каждый переболеет поэтому мне нет все равно страха по поводу этого дать то есть кому суждено умереть я умрет но в такие моменты в критические видно кто есть кто какие вот такие у кого ценности поэтому я благодарна каждому кто меня поддерживает кто мне пишет у меня даже есть подписчик паши которые познакомились можешь сказать на ю тубе здесь вот и даже он мне сегодня написал если что-то нужно ну почти так как то написал паша спасибо тебе если ты меня смотришь это очень приятно потому что вот эти общечеловеческие ценности это это важная важная часть нашей жизни когда мы понимаем что ну что-то критическое происходит вот я бы хотела пожелать каждому из вас здоровья потому что это так ценно и ценишь это когда заболеешь так хочется выйти на улицу просто идти куда-то гулять чувствовать себя прекрасно но не получается хочется запахи различать я сидим мандаринку чистила последнюю мандаринку доме и я понимаю что я вообще не чувствую я даже надавила на корочку эфирные масла проступили на запаха никакого это так удивительно очень странно в общем если у вас есть вопросы задавайте если вам интересно то подписывайтесь на канал буду делиться дальше как проходит мое мироощущение в борьбе с к видом многие сказали мне что недели две три у них не проходила обоняние не возвращалась одной девочки вообще она вернулась на 85 процентов не полностью в общем если вам это интересно то подписывайтесь ставьте лайк и напишите в комментарии стала интересно и я тогда продолжу я тогда буду в общем-то записывать еще как это все проходит у меня вы первыми узнаете если вы колокольчик нажмете да там как как у меня обстоят дела и ухудшение и улучшение как и себе чувство благодарю за просмотр желаю вам здоровья подписывайтесь на канал будет много интересного и про ковид и про многое другое когда я выздоровлю в общем пока пока